привет сегодня мы пришли еще один парк это парк для велосипедов тут велосипедная дорожка вокруг такой вот темной рощицы с поваленными многими деревьями потому что когда был сильный ветер эти деревья просто завалило и вот теперь выглядит так таинственно все это называется честер крик трейл маленькая река вот такой вот парк сейчас посмотрим на эту маленькую реку вот она бежит вот она какая маленькая река так вот она не замерзает на улице сейчас минус 12 он такая неглубокая прозрачная прозрачная показать вот это вот местечко здесь лежал лось вот так вот он вот это вот то что он наделал а это вот местечко где он отдыхал здесь даже остались его шерсть осталось и вот так вот он ушел куда-то в в направлении такой довольно большой лось вот где-то здесь вот так вот ходим здесь гуляем мы здесь очень много всяких животных всяких животных рядышком с нами обитает а вот следы зайчик пробежал ну вот куда туда побежал-то он бегает тут кругами ну там вообще их много здесь где проходили недавно ну вот здесь тоже много-много следов именно заячьи и еще какие-то похожие может быть и леса или или волк какой-то вот так вот выглядит это рощица чащица деревья попадали когда-то вот они так и остались вот такой вот сказочный лес ну тут вокруг дома но вот между домами вот такое вот вот такое местечко а вот белочка да 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 вот этого прыгает она на по веткам а сейчас она бежала по этому вот упавшему дереву вот я ее заметила ну куда-то побежала вот так вот ручеёчек там бежит вот так вот его видно и вот мы сейчас в самую чащу решили зайти и тут походить посмотреть какие тут вот деревья интересные о а там внутри палатка какая-то ну так как недалеко находится дома могу предположить что это кто-то играл с детей и оставили ну так вот вокруг дома а здесь диких животных куча живет вот в таком лесочке вот такой небольшой парк между домами и сегодня вот решили погулять недалеко не уезжая далеко и вот такая вот там площадочка впереди и вот мы добрались до площадочки там вот детская площадочка и вот так вот вот так и это уже мусс был здесь вот он гуляет тут рядышком где-то вот так вот прям в городе обитают муссы вот он похоже где-то здесь живет и похоже не один очень много следов говорит о том что здесь несколько муссов обитает и И вот так мы шли-шли. И дошли до катка. Здесь вот проходят какие-то занятия. Чистенько, нет снега, значит убирают. Да, вот освещение включили, и там открыты двери. Я так полагаю, можно прийти и покататься любому. Никаких запретов нет. Вот здесь есть парковка. Значит можно. Да, вот с той стороны парковка есть. Летом это для летних видов спорта. А зимой заливается как ледяной каток. Вот так интересно. Народ подтянулся. И то мы приехали и были здесь почти одни. А сейчас прям один за одним. После работы люди не сидят дома. Вот что здесь хорошо, это то, что очень много людей после работы гуляют. Гуляют сами, просто вот гуляют с собаками. Ходят на лыжах, на коньках. Очень много людей именно вот чем-то занимаются таким вот спортом. Так как пешком здесь особо не походишь, просто вот между там магазинами, еще чем-то. То есть это вот все на машине. Ну вот такие вот виды спорта. Просто вот так вот сел и поехал. Смотришь, кто-то с рюкзачком ездит, чтобы не заезжать никуда. Там какой-нибудь термосок с собой. Вот кто-то тут недалеко, они выезжают и сразу вот катаются. Или бегают, или ходят. Очень много людей. И много таких вот спортзалов, где люди занимаются беговые дорожки. Там сауны, плавательные бассейны. Здесь это все есть. И несколько... То есть казалось бы, вот что тут, по-моему, неофициально около 500 тысяч населения. Официально что-то около 400. Но вот на это количество людей несколько бассейнов, несколько спортивных клубов, где можно чем-то позаниматься. И огромное количество, конечно же, парков, всяких площадок. И везде люди. Не пустует, ничего не пустует. Везде люди, все забито. Вот так вот следы мусы. Здесь вот прям где-то бегает рядышком. Мы уже видели несколько раз мусы. Ну, иногда очень близко. И нам говорили, что они бывают агрессивные. Но, знаете как, рассказы одно. А сам видишь, такой спокойненький стоит. Мимо проезжаешь, прямо почти вплотную на машине. И чуть ли не в машину заглядывает. И вроде такие все спокойные. Но недавно выложили в интернет видео. Хозяйка собачки одной маленькой сняла. Но, видать, у нее и камера была на доме прикреплена. Потому что такой вот заборчик небольшой. Где-то, наверное, метр. И собачка вот такая маленькая. Она начала лаять на мусы за забором. И два муса было. Мама, наверное, с мусенком. И они перепрыгнули через забор в отбор. И напали на эту собачку. Собачка злится, кидается на них. Но они так на нее кинулись. Начали забивать ногами. Я увидела какая там агрессия. Как это все на самом деле. В общем, чуть не убили эту собачку. Хватило у нее шустрости. После того, как они почти растоптали ее. Хватило у нее сил убежать. И потом там дальше идет рассказ, как ветлечебницы ее спасли. То есть там поломали мус и кости. И мышицы отошли от костей. И там какие-то жировые прослойки. Все это поотлетело. Вот смогли как-то там закрепить. В общем, собачка выжила. Но вот это видео, когда мы посмотрели, и поняли, насколько это опасный зверь. И на самом деле, когда встречаешь мусы, такая, как бы говорят, не окликайте, не... Ну, в общем, тихонечко-тихонечко надо отступить назад за какую-нибудь, ну, за дерево, за машину, за что-то. Надо тихо-тихо, как бы бежать не нужно. Нужно остановиться. Он не так сильно реагирует на, как сказать, на движущиеся, больше реагирует на то, что шумит, движется. На остановившуюся фигуру реагирует меньше. Но чтобы себя обезопасить, надо тихонечко так назад-назад, ну, как бы дать ему понять, что ты на его территорию не пытаешься зайти. И вот советуют встать за дерево или за какой-то предмет. А дальше, наверное, бежать. Как можно быстрее. Вот пока он не обошел этот предмет с другой стороны. Ну, это, конечно, хорошо, когда какой-то там совет прочитал. Может, он, конечно, всплывет в нужный момент. Но многие люди рассказывают, что первая реакция была, ну, у кого какая. Если человек иногда застывает от страха, то люди, да, иногда застывают. Вот, может быть, потом, приходя в себя, они за какой-нибудь предметом и прячутся. Но у многих реакция такая, что они сразу руки в ноги и бежать. Она застывает. И вот так мы и елочки здесь, и, не знаю, березки это, не березки, похоже на березы, в общем разные деревья, и лиственные, и вот такие елки. Вот так вот немножко по парку погуляли, и очень много людей бегает, ходит. Ездить на велосипедах, вот так в каждом парке, куда не поедешь, везде есть люди, которые занимаются спортом, и главное в любую погоду. Мороз, снег, я иногда даже из окна смотрю, когда метель, и так неохота на улице выходить, ну красиво с окна смотреть. Смотрю, бегают, и вот даже зимой, когда совсем было темно, люди вешают такие штучки на себя, которые светят, чтобы их было видно, потому что, когда зима и такой вот тусклый свет, людей незаметно. И люди, кто на велосипедах, кто бегуны, они и клеят на одежду такие полоски отсвечивающие, или одевают специальные жилеты поверх курток. И еще такие светящиеся всякие штучки на себя вешают байки, вообще они так модифицируют, что они у них там переливаются иногда разными цветами, издалека видно. Но это хорошо, потому что, когда на машине едешь, и незаметно бывает. Вот, красавчики, вот так вот занимаются прям. Я все мечтаю чем-нибудь заняться, но вот решили гулять побольше, потому что здесь, когда приезжают, не замечают люди, как поправляются. А почему? Сразу получается другая пища, как бы смена пищи происходит. Дальше идет свое действие, делает стресс, хотя вроде и не замечаешь, но все равно организм, даже меняя климат, это стресс. А так как еще и совсем, как сказать, другая страна, это тоже своего рода стресс. Организм воспринимает это как стресс. Тоже пытается накопить. И плюс ко всему, здесь у всех машины, общественный транспорт так не развит. И получается, что вышел, сел в машину, поехал, доехал, опять вышел, сел, где-то там поучился или что-то такое. В общем, очень мало движений. Да, конечно, кто работает, работа связана с движением, то да, хорошо. Но обычно те, кто приезжают, сразу мало кто работает. Во всяком случае, вот у нас сейчас мы приехали, мы учимся, мы изучаем язык. И на работу пойдем только ближе к лету. Сейчас только начали искать. Вот, и поправились. Вот, и сейчас вот пытаемся почаще гулять. Поэтому вот я часто выкладываю видео с разных парков. Ну, заодно, конечно, мы все это интересно посмотреть, изучить. Ну, и для здоровья хорошо. Конечно, сразу встать на лыжи. Я в первом классе, по-моему, последний раз там на них стояла. Я сомневаюсь, что я далеко уеду. Хотя я и видела здесь таких же скорость, примерно, как у меня сейчас, при моем ходе без лыж. Но, наверное, я тоже так бы смогла медленно. Вот, но хочу попробовать велосипед, когда будет потеплее. Потому что я его любила когда-то очень. Может, и сейчас смогу. Ну, пока что мы гуляем. Вот так вот. Красиво тут. Там какой-то маленький-маленький был парк. Сейчас мы вышли, и тут прям дальше лес и лес. Звуки какие-то тут доносятся. Дикие, дикого леса. Ну, в общем-то, тут цивилизацию я вижу. Люди с собаками тоже гуляют. Не помню, говорил или нет. На улице минус 12. Цепляет так морозик. За нос, за щеки. За руки. Потому что держишь без перчаток. Включать, выключать надо. И вот мы прошли. Возвращаемся обратно. И на площадке уже играют люди. Вот так. Не пустует площадка. После работы пришли. И играют. Вот так здесь стояночка есть. Фонари уже включили в парке. И вот как обычно над нами летают самолеты. Тоже часто-часто. Это вот местная достопримечательность. Вот такие маленькие самолетики над головой. И вот эта площадочка. Вот здесь вот написано такое вот. Значит, все, кто вокруг. Мы подошли и спросили. Все, кто вокруг здесь живут. Соседи. Вот так вот дома. И как бы такое вот приглашение для всех. Приходите, будем играть. Все, кто вокруг проживает. И все, направляемся мы домой. Что тебе не понравилось. Да, вот сорока здесь. Но их тут много. И они что-то ругаются, ругаются, летают. Здесь их так много. Вот так вот. Мы шли мимо. Обратили внимание. Они, да, они возмутили мы их спокойствие. Они так ругались. Но сейчас вот немножко успокоились. У них тут, похоже, гнезда какие-то. И мы потревожили их спокойствие. И вот так вот. О, одна сидит на дереве. Да, улетела подальше, повыше. Ух, сколько их. Ух, сколько. Ну, может, это не мы потревожили их в покое. Может, там еще кто-то ходит в лесу, что они так боятся. И вот так вот видно. Вот здесь вот сожженные деревья. Подростки подожгли. Ну, не специально. Делали какой-то там себе костер. И вот так загорелся этот лесок. И вот так вот выгорел. Вот. Сожженные деревья стоят. Ну, все. Вышли мы из парка. Идем к машине. Всем пока-пока.